В данном случае это видео продолжение вот этого. Вы не пишите код Python с головы, очень хотите этому научиться, даю гайд. Посмотрите, оно в описании. В этом видео мы выявили всего два момента, которые можно было поправить. Но я сейчас в этом видео расскажу, откуда уже пошла расти проблема. Сами два эти видео продолжение вот этой статьи с длинным видео, как научить программиста писать код самостоятельно с головы. В том видео, которое в описании, мы сделали четкий вывод. Тип не стал, объект не стал. Все очень просто. Только шаг за шагом, концентрируя внимание ученика на главном. Здравствуйте, кстати, ребята. И добиваясь полного понимания на практике, можно ученика научить писать код с головы. Но я не об этом. Итак, приступили мы к написанию кода с головы после 50 вопросов. Иными словами, была почва. То есть добились написания, то есть начали пытаться писать собственный код после того, как научились читать исходный код, научились читать документацию. Две задачи выполнены. Если ранее данный ученик шел через исключение, то посмотрев последнее задание, мы видим абсолютно логический правильный код. Но кроме этого очевидно, что тип на место не стал, понимание объекта на место не стало. Из-за того, что был убран верный метод обучения через навык, мы пропустили самое главное. И уже бы не обнаружили, если сейчас не поправить. Чуть позже, конечно, мы подключим PyTest, который, в принципе, можно посмотреть на сайте школы. Там 20 уроков, чтобы начать с ним работать уверенно. Как только мы теряем правильный формат обучения, то, в принципе, дальше двигаться бесполезно. Всегда будет движение по коду, код будет забываться, иными словами, в остатке никогда ничего не будет. Если вы хотите узнать больше об этом мощном методе обучения, то вы можете перейти по ссылке, она будет, и посмотреть индивидуальные планы. Абсолютно это и является успехом сама по себе система. Спасибо. Спасибо.